Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле все предыдущие доклады просто не оставили мне шансов рассказать что-то новое, интересное для вас, но я постараюсь хоть какие-то аспекты внести. Да, мы все говорим про иммунотерапию, про моноклональное антитела, но не стоит забывать, что это достаточно давний метод лечения, который включает в себя не только современные иммуно-онкологические препараты, но и использование цитокинов, энтерферонов, энтролекинов, вакцинотерапии, в том числе дентритоклеточные вакцины. Переходя непосредственно к лечению, к иммунотерапии, нам необходимо вспомнить в целом роль иммуно-системы, ее противоопухолевую активность. Мы знаем, что на опухолевых клетках экспрессируются определенные антигены, которые затем распознаются дентритными клетками, передаются на тель-лимфоциты, происходит их активация и дальнейшее внедрение в опухолевые клетки цитоксических тель-лимфоцитов и, соответственно, их поражение. Блокады иммуно-контрольных точек, различных рецепторов, которые активируют сигнальные пути, рецепторы CTL4, PD1, PDL1, легант, мы это все прекрасно знаем, запускают опосределенный механизм воздействия, активацию тель-лимфоцитов и воздействие на опухоль. В настоящее время, еще три года назад, на территории Российской Федерации было зарегистрировано только три иммуно-онкологических препарата. Да, сейчас это направление набирает обороты. В настоящее время мы имеем достаточно широкий спектр чекпоинт-ингибиторов и даже комбинированное лечение. Теперь непосредственно перейдем к теме доклада. И для этого нам стоит вернуться немножко в прошлое, аж в 70-79 год, когда была придумана первая оценка эффективности терапии. Да, все мы знаем, что первыми препаратами это были цитостатики. Система ВИЧО достаточно громоздко, включалось бесконечное количество очагов. Затем была создана рабочая группа РЕЦИСТ, первые критерии РЕЦИСТ 1.0. В 2009 году был пересмотр этих модификаций, создание IRC и РЕЦИСТ. Сравнение системы оценки эффективности. Как я уже сказала ранее, все предшествующие системы были достаточно громоздкие, включали в себя два измерения. В настоящее время имеющиеся системы включают в себя максимально до пяти очагов по одному измерению. И стоит, самое главное, что сказать, что на фоне появления в нашей практике иммуно-экологических препаратов, а именно первого препарата эпилемумаб при диссиминированной меланоме кожи, нам потребовалось пересмотр, модификация этих критерий в связи с возникновением нетипичных паттернов ответа. В первую очередь это псевдопрогрессирование, и сегодня мы только о нем и поговорим. Что такое, в принципе, псевдопрогрессирование? Стоит вернуться к механизму воздействия иммуно-экологических препаратов. Мы все прекрасно знаем, что он реализуется опосредованно, и опухолевые клетки инфильтрируются токсическими тель-лимфоцитами, в связи с чем при определенном радиологическом исследовании можем увидеть увеличение опухолевой массы, и не просто увеличение опухолевой массы, а даже появление каких-то различных новых очагов, которые по новым системам критериев не являются прогрессированием и не требуют определенного минимума через 4-6 недель подтверждения радиологического. По данным литературы, на самом деле этот феномен не такой уж частый, он встречается от 2 до 13%, и стоит обратить внимание на то, что наиболее часто феномен псевдопрогрессирования развивается именно при меланоме кожи. Это может быть связано как-то именно с тем, что опухоль достаточно иммуногенной считается, но все еще существующие на данном этапе литературные данные именно показывают частоту развития псевдопрогрессирования при определенных нозологиях, немелкоклеточном раке легкого, раке почки и меланоме кожи. Вот тут представлено, на мой взгляд, достаточно интересное исследование. Хочу сказать, кстати говоря, что исследования, посвященные сравнению систем между собой, рециста, IRC, IRC, их достаточно мало, и, например, в русскоязычной литературе практически не встречается. Вот исследование, при котором попытались сравнить исследователи системы IRCYST IRC у больных с немелкоклеточным раком легкого, получающих неболуба по второй линии, и что они получили, что в принципе системы оказались между собой равные эффективны, и они также попытались это применить как суррогатный маркер общей выживаемости. Тоже, в принципе, ничего интересного не вышло, однако другие данные, например, при сравнении систем именно иммунотерапии при меланоме кожи дают противоречивое данному исследованию. Теперь коснемся потенциальных или уже реальных биомаркеров. Предыдущие докладчики дали четко нам понять, что в настоящее время есть смысл определения определенных биомаркеров, ПДЛ-экспрессии, опухолевые нагрузки, опухолеинфильтрирующие лимфоциты. Все это имеет смысл, и использовать это как предиктор ответа на иммунотерапию. И, как уже предыдущими докладчиками было сказано ранее, в 2017 году был зарегистрирован пембролизумаб абсолютно для любого нозологического единицы в связи с микросозрительной стабильностью высокой. И так в этом году FDA зарегистрировал пембролизумаб при высокоопухолевой нагрузке. Ну вот, наверное, тот аспект, который сегодня еще никто не затрагивал. Это корреляция между развитием иммуно-посредственных нежелательных явлений, частотой объективных ответов и общей выживаемостью. На самом деле об этом мы уже знаем достаточно давно. Но вот свежее исследование, значит, канадское, которое действительно говорит о том, что частота развития нежелательных явлений, особенно 3-4 степень, действительно коррелирует и с объективными ответами, и с общей выживаемостью. Теперь хотелось бы представить клинический случай, который, мне кажется, достаточно интересный и демонстрирует все вышеизложенные аспекты. В нашем центре лечилась пациентка, значит, первичной множественной меланомой. Первое сечение одного пигментного образования у нее было в 2006 году, второе – в 2011 году сечение. По обоим гистологическим вариантам это была эпидулеидно-клеточная меланома. Спустя аж 6 лет у пациентки появились патологические образования мягких тканей нижней трети левого бедра, была выполнена трепанбиопсия, подтверждено, что это метастаз меланомы, причем молекулярно-генетически, иммунтация Бираф не была выявлена. Мы начали терапию пембролизумабом, это была первая линия ее лечения. После четвертого введения у пациентки развился гипотирез первой степени, после девятого введения появление новых очагов, достаточно объективно пальпируемых, видных на компьютерной томографии. Естественно, мы заподозрили прогрессирование. С целью исключения псевдопрогрессирования и, не дожидаясь повторной радиологической оценки, мы решили сделать аспирационную биопсию, где мы выявили скопление лимфоцитов и фрагмента жировой ткани, в связи с чем иммунотерапия была продолжена, так как истинного прогрессирования не было. После десятого введения достаточно серьезное осложнение развилось. Сахарный диабет первого типа была начата терапия инсулином. После семнадцатого введения пульмонита второй степени, даже с некоторыми проявлениями дыхательной недостаточности, была назначена терапия глюкокортикоидами. После разрешения пульмонита до первой степени продолжение иммунотерапии. И суммарный эффект – частичный регресс у данной пациентки. Суммарно было выполнено 23 введения пембролизумаба. Однако, по данным компьютерной томографии, уже спустя 23 введения, мы увидели вот такую достаточно интересную картину в легких. Наши радиологи, рентгенологи однозначно не могли ответить на вопрос, что это вторичное поражение или лекарственное поражение, или псевдопрогрессирование, листинное прогрессирование. И нам потребовалось выполнение очередного инвазивного мероприятия, биопсии под КТ-навигацией, где мы получили фрагменты ткани легкого с диффузной передбронхиальной лимфоцитарной инфильтрацией. Но, учитывая возобновление пульмонита второй степени с такой яркой картиной рентгенологической, нами было принято решение прекратить полностью иммунотерапию пембролизумабом. И что у нас в итоге получается? Что общая длительность эффекта, частичный регресс, составляет 33 месяца. Последнее обследование было выполнено в конце августа 2020 года. Ждем пациентку буквально через несколько недель и в надежде на то, что все будет замечательно. В конце, в заключении, решила такой нестандартный подход выбрать, ответить на несколько вопросов, к которым мы возвращались. Да, предыдущие докладчики, я в своем. Какую систему оценки эффективности нужно использовать при применении иммуно-онкологических препаратов? Вопрос, мне кажется, остается риторический до сих пор. Стоит оценивать, мне кажется, и по рецисту 1.1, по IRC смотреть, по рецисту. Несколько мнений одновременно собирать. Однако все достаточно индивидуально. Не нужно забывать про клиническую картину, про наличие симптомов заболевания. Ведь мы можем заподозрить прогрессирование не только по данным радиологических методов, но также и по клинической картине. Стоит ли выполнять повторный биопсий на фоне иммунотерапии? Да, я думаю, это однозначный ответ «да». В связи с тем, что мы можем также исключать псевдо- и листинное прогрессирование и уже понимать, как нам тактически вести себя дальше. Иммуноопосредственно нежелательное явление. Всегда ли это плохо? Как оказалось, нет. Даже если третьей-четвертой степени мы можем их купировать. У нас есть в арсенале различные иммуносупрессивные препараты, помимо глюкокортикоидов. Однако это сопряжено с определенной частотой объективных ответов и длительностью эффекта, и как следствие общей выживаемостью. И биомаркеры, необходимость ли это для клинициста? Однозначно да, потому что в настоящее время многие иммуноонкологические препараты зарегистрированы и применяются только при наличии определенных биомаркеров, про которые было сказано ранее. Благодарю за внимание.